Ну и сейчас возвращаясь к инициатору обысков Еврокомиссии о газовой политике Евросоюза, поговорим с нашим корреспондентом в Брюсселе Юрием Шейко, он на связи со студией. Юрий, скажи, что-то уже известно по результатам обысков в дочерних предприятиях «Газпрома» в Германии, и если что, если да, то что именно говорят? Ну, что мы знаем, у нас есть официальное заявление Еврокомиссии, где было сказано, что они подтвердили, что были определенные опуски в компаниях, которые занимаются на газовом рынке. Конечно же, компании не называются, но поскольку мы слышали, скорее всего, это был «Газпром», нужно понимать, что Еврокомиссия, когда проводит исследование, или, скажем так, проверку деятельности компаний на рынке, они никогда не комментируют о ходе этой проверки или о ходе расследований. В чем заключались эти обыски? Это еще пока не полноценное расследование, это предварительная, скажем так, проверка. Ее Еврокомиссия начала еще в прошлом году, еще осенью, после того, как цены на энергоносители резко подскочили в Евросоюзе, и проверяли не только «Газпром». Проверяли и других поставщиков газа на рынок Евросоюза. То есть, что, скорее всего, привело к этим обыскам? Поскольку несколько месяцев Еврокомиссия уже проверяла, не злоупотребляла ли какая-либо из этих компаний своим положением на рынке. Скорее всего, что в Еврокомиссии пришли к какому-то пониманию, что им нужны какие-то доказательства. И, конечно же, искали доказательства тому, было ли или не было ли злоупотребление своим положением на рынке. Но, конечно же, о результатах этих обысков никто ничего говорить не будет. Потому что, как и при всяких расследованиях или проверках, никаких деталей до окончания этой проверки, конечно же, никто не приводит. Юрий, а скажи, пожалуйста, вот мы только что разговаривали с экономическим обзревателем Deutsche Welle Андреем Гурковым по поводу того, что у Германии есть чрезвычайный план, она его будет вводить поэтапно. Скажи, в случае газового форс-мажора, в общем, у Евросоюза есть какой-то план, как действовать? Ну, момент первый. Нужно понимать, что даже если Россия прекратит поставки газа сегодня на завтра, то Европа уже не замерзнет. Во-первых, мы подходим к окончанию отопительного сезона. Это означает, что газа уже потребляют намного меньше, тем более, что март был очень теплый в Европе. Кроме этого, есть все-таки еще запас в подземных хранилищах. Это, конечно, немного, но где-то 25% все-таки есть в этих подземных хранилищах. Плюс есть, конечно же, поставки из Норвегии, из Азербайджана, из Алжира. Поставляется сжиженный газ. Так что газа на первое время хватит. То есть Евросоюз точно не замерзнет. Конечно же, в более длительной перспективе это проблема. Потому что, скорее всего, Евросоюз, как бы он ни хотел, тот план, который Еврокомиссия представила пару недель назад, он нашел возможность заменить две трети поставок российского газа. 150 миллиардов кубометров, только 100 миллиардов кубометров. Это и с помощью экономии, и с помощью сжиженного газа, и с помощью трубопроводного газа. Так что, конечно же, для Евросоюза это может быть проблемой. Но здесь большой вопрос, что именно будет делать не столько Евросоюз, потому что на уровне ЕС создаются правила, общие правила для всего Евросоюза. Но именно энергетическая политика, она в руках каждого государства. И поэтому Германия и вела эту первую ступень, когда правительство вместе с компаниями, они очень-очень внимательно следят за развитием ситуации на рынке. И в этом объявлении Министерства экономики, которое занимается энергетикой Германии, был очень важный месседж для потребителей в Германии. Там попросили всех как можно больше экономить газ и вообще энергоносители. То есть, конечно же, если Европа начнет экономить, то ей газа и дальше хватит. Юрий, спасибо. На связи со студией был наш корреспондент в Брюсселе Юрий Шийко. Продолжение следует...